Доброе утро, дорогие друзья! Пётр Владимирович, спасибо за приглашение. Это уже наша традиция участия в Конгрессе «Белые ночи». И каждый раз всегда новые актуальные темы. Секция у нас должна быть интересная. Единственное, что, конечно, это утренняя секция. Многие, наверное, ещё предпочитают остаться в кровати. Но будем начинать. Мы сейчас поговорим о препекторальной установке экспандера при реконструктивных операциях на молочной железе. Ни для кого не секрет, что на этапе становления реконструктивно-пластической хирургии двухэтапная реконструкция являлась единственным и неизменимым вариантом создания молочной железы. Это было длительное время. И в результате данных хирургических вмешательств накоплен большой научный опыт. И вышло много научных исследований и статей, посвящённых двухэтапной реконструкции. Я не буду останавливаться подробно на видах реконструкции. Все, кто занимается реконструктивной хирургией, знают это. Но остановлюсь на таких, наверное, больших анализах, которые проведены. И полярные мнения существуют о том, насколько двухэтапная реконструкция с использованием экспандера и импланта эффективна. Число осложнений, которые возникают в результате этих реконструкций, они отражены во многих исследованиях. Вот вкратце приведём основные из них. Это итальянское исследование, которое вышло в 2016 году. И множество исследований европейских авторов, американских авторов говорят о том, что большая часть серьёзных осложнений в группах, у которых одномоментная реконструкция выполняется, и реконструкция двухэтапная, различных показателей качества жизни не выявляется. Вот одно из таких тоже крупных исследований, это проанализировано 383 женщину, у которых была выполнена одноэтапная, двухэтапная операция. И общее число осложнений при данном виде реконструкции, оно, в принципе, сравнимо в этих обеих группах. Поэтому более поздние результаты исследований автора проверили. Это трансфективное комбортное исследование. Выполняется двухэтапная реконструкция с применением имплантов и экспандеров. И результаты по качеству жизни пациентов по опроснику-брыску сравниваются между пациентами. Средние показатели этого районной реконструкции и психосоциального благополучия, и социального благополучия были одинаковы в обеих группах. Есть более поздние исследования 19-го года, 22-го года, которые, в принципе, имеют схожие результаты. Что касается клинических рекомендаций международных, отечественных по применению двухэтапной реконструкции, таких четких, скажем так, ремарок о том, когда использовать экспандеры или применять сразу капсулярные контрактуры, но это не является препятствием для установки постоянного импланта. Поэтому здесь уже, скажем так, решение, оно возлагается на хирурга, на, например, консилиум, с участием хирурга, лучевого терапевта, когда они принимают коллегиальные решения о том, какой выбор реконструктивной операции они будут использовать. Это наши клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации, где также нет четкого определения в плане выбора хирургического вмешательства. Для нас это, конечно, тоже плюс, потому что у нас есть поле лавирования, выборе метода реконструкции. В таком случае выбор этапности хирургического вмешательства остается за хирургом. Всегда мы уже на многих конгрессах обсуждаем, является ли предшествующая лучевая терапия препятствием для установки сразу постоянного импланта или лучше сначала поставить тканевой расширитель. Эти дискуссии продолжаются. Эти дискуссии продолжаются как среди зарубежных авторов, так и среди отечественных хирургов. И, опять же, выпускаются большие обзоры результата проведенных многоцентровых исследований. Это последний 22-й год. Это история пациентов, которые перенесли одномоментную реконструкцию тканевого расширителя импланта с и без лучевой терапии. И соответственно оцениваются осложнения реконструктивной операции, такие как инфекция, некроз и возможности повторного хирургического вмешательства. И вот пропорции осложнений среди группы лучевой терапии на тканевом расширителе лучевой терапии на импланте составляют 22,7 против 15,7 для других вариантов осложнений с небольшим процентным различием. Это примеры исследований, в которых было включено не такое большое количество женщин, но примерный процент осложнений одинаковых в обеих группах. В связи с активным развитием реконструктивно-пластических хирургий, внедрением микрохирургии, процесса восстановления формы молочной железы, двухэтапная реконструкция на сегодняшний день, возможно, теряет свою значимость. И мы начинаем искать возможные варианты применения данного вида реконструкции и определять для себя группы пациентов, в которых действительно показаны данные виды реконструкции с результатом хорошего эстетического результата. Иногда для достижения максимального эстетического результата при отсутствии возможности применения логичного лоскута мы должны обязательно пройти через этап установки тканевого экспандера. Так ли это сегодня? Вот есть определенные показания, когда действительно без тканевого расширителя мы не можем выполнить хирургическое вмешательство. Это возможно, это отсроченная реконструкция, возможно, до установки тканевого расширителя использовать липофилинг. Реконструкция после реконструкции, это когда у нас ситуация спасения после протрузии импланта, невозможность использования элтологичного лоскута, это противопоказания со стороны пациентки, нет технического оснащения, отделения и многие другие. И как подготовительный этап для пересадки элтологичного лоскута с целью создания кожного чехла. И, возможно, предстоящие агрессивные лечения, лучевая терапия. Но вот в последнее время это утверждение не является абсолютным показанием. Получение максимального эстетического результата при всех соблюдениях онкологических принципов и непрерывности системного лечения. Я не буду подробно останавливаться на плюсовую двухэтапную реконструкцию. Здесь они вкратце представлены. Каждый хирург для себя эти моменты понимает. Вот примеры результата хирургического вмешательства, когда мы используем двухэтапную реконструкцию. После радикального хирургического вмешательства пациентка на первом этапе выполнен липофилинг, на втором этапе установка экспандера и на последующем этапе уже замена этого экспандера на имплант. Конечно, мы всегда оцениваем после процедуры липофилинга кожно-жировой лоскут, увеличение его толщины. В данной ситуации при хорошей толщине кожно-жирового лоскута мы можем ставить экспандер при пекторальном этой ситуации. Это процесс установки экспандера, и уже на следующем этапе мы ставим имплант. Реконструкция после реконструкции. Это протрузия и экструзия. Эти примеры мы недавно озвучивали на конференцию Марии Владимировны Ермощенковой, на секции хирургических осложнений. Вот как раз, когда у нас есть проблемы с препекторальной установкой, на одном из этапов мы можем при удалении импланта, при хорошей антибактериальной терапии, для сохранения кожно-жирового чехла использовать экспандер. То есть мы экспандер можем использовать для сохранения формы молочной железы, не заполняя даже его физиологическим раствором, а заполняя его только воздухом. Для того, чтобы не создавать нагрузку на ткани, вот это уже результат после удаления импланта, установки экспандера и замены экспандера на постоянный имплант. Также ситуация на фоне химиотерапии, протрузия, риск потери импланта, потери импланта. И после антибактериальной терапии установка экспандера. Это уже месяц после проведения лучевой терапии на экспандере. Здесь у пациентки установлен экспандер. Вначале он заполнен воздухом, не создавая давления на ткани кожно-жирового чехла. В последующем, когда у нас сформирована капсула, мы удаляем воздух, заполняем его физраствором и проводим лучевую терапию. Здесь вот месяц после проведения лучевой терапии. В настоящее время нужно ли полное укрытие экспандера или импланта, мышцы, сеткой, АДМ? У многих хирургов этот вопрос открыт. Некоторые для себя, в общем-то, с учетом своего опыта пришли к определенному мнению, что не всегда нужно полное укрытие и, возможно, препекторальная установка, в том числе тканевого расширителя. Мы нашли серию статьи, которые говорят о том, что авторы проводили анализ пациентов, перенесших одномоментную препекторальную или субпекторальную реконструкцию молочной железы с помощью тканевого расширителя. Результаты представлены вот на данном слайде. Соответственно, мы по результатам данных исследований не видим различия в осложнениях, которые проводились, осложнениях, которые у этих пациенток выявлены в результате данного вмешательства. Что же требуется? То есть как и при пекторальной установке импланта необходима определенная толщина кожно-жирового чехла. Конечно же, деликатное выделение тканей, то есть по фасции молочной железы с максимальным выставлением жировой ткани без риска онкологической безопасности. Нет необходимости в настоящее время при таком хорошем кожно-жировом слое формировать мышечный карван под большой грудной мышцей и для ложи экспантера отсекать переднюю зубчатую мышцу для укрытия латеральной части экспандера. Ольга Сергеевна, минута. Зачем же нужно пекторально устанавливать экспандеры, если можно поставить имплант? Вот этот вопрос, наверное, возникает в результате данного доклада, в результате прослушивания данного доклада. Есть определенный группа пациентов, в котором, конечно, можно сразу поставить имплант, но есть группа пациентов, в котором можно при пекторально поставить экспандер. Это удаление сосковарядного комплекса, процесс лечения, который требует экстенции тканей кожно-жирового чехла. Я вот покажу примеры. К сожалению, здесь должно быть виден, но она почему-то не загружается. То есть мы удаляем сосково-жировой коробки, сосково-жеареолярный комплекс, устанавливаем пекторальный экспандер, видим хорошую тонкую капсулу, сформированную на экспандере. То есть изначально у нас экспандер наполнен воздухом, формируется капсула без давления на кожный-жировой чехол, и в последующем уже воздух удаляется, наполняется физиологическим раствором, и данная капсула используется как дополнительное укрытие для постоянного импланта. Поэтому в настоящее время тканевой расширитель мы продолжаем использовать, и, возможно, в настоящее время есть дополнительный вариант использования, это предекторальная установка данного, скажем так, гаджета, для определенной группы пациентов, которым необходимо сохранить кожный-жировой чехол, использование воздуха помогает нам снизить экстенсию на ткани кожного-жирового чехла и, соответственно, в последующем сформировать более эстетический вид молочной железы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Олега Сергеевна. Спасибо огромное, шикарно, интересно. И у меня есть вопрос, прям не могу не задать. Вопрос вот о чем. Где вы все-таки видите установку экспандера припекторальной? Это больше отсроченная реконструкция после завершения всех этапов лечения? Или это можно делать в момент, когда операция первична? Почему это важно с моей точки зрения? Потому что все-таки есть у нас в голове такой постулат, что экспандер мы ставим, когда ожидаем лучевую терапию в дальнейшем. И установка экспандера под мышцу позволяет подвести дозу лучевой терапии именно на большую грудную мышцу, что входит в стандарт. Что, простите? Отключилась камера. Понятно. Вы слышите меня, Ольга Сергеевна? Да, да, я слушаю, слушаю. И вот, поэтому, как вы считаете, возможно ли подведение нормальной дозы лучевой терапии при установке экспандера препекторально в случае показаний к лучевой терапии? И ваше мнение, где все-таки это отсрочно или одномоментно в момент выполнения операции? Ну вот, по поводу экспандера лучевой терапии и перпекторальной установки. Мы разговаривали с вашими лучевыми терапевтами, подвести дозу мозу можно. То есть и экспандер, и имплант, для них примерно та же самая история. То есть они все равно будут ориентироваться на те поля, которые они будут размечать. Это не является препятствием для проведения лучевой терапии при пекторальной установке экспандера. Это как первичная реконструкция, когда вот я показала, когда у нас удаляется сосково-реолярный комплекс, или у нас есть недостаточная толщина кожных покров, мы боимся, что, возможно, мы можем имплант потерять, а так как мы можем варьировать, убирая воздух, убирая физраствор на экстензию, то здесь как бы попытка сохранения кожно-жирового чехла также возможна. То есть здесь у нас идет и функционально щадящая история, то есть мы не залазим под мышцу, под большую грудную и там зубчатую, не накрываем, и при этом не создаем такую выраженную экстензию на ткани. Ну вот это несколько примеров, мы материал набираем, пока у нас каких-то осложнений при пекторальной установке, даже вот вы видели, девочки достаточно худенькие, у нас на сегодняшний день не выявлено. Ну понятно, что требуется большее количество пациентов и так далее. В случае отсроченной реконструкции, опять же, можно, есть у нас пациенты, которые мы установили экспандер при пекторально, при хорошем кожно-жировом чехле, также не нарушая, при хорошей толщине кожно-жирового слоя, не нарушая функцию большой грудной мышцы. Мы фиксируем экспандер в этой ситуации, за ушко, которое там снизу, для того, чтобы он никуда не смещался, соответственно, постепенно создаем наполнение и формируем карман. Спасибо. Спасибо. Ну мы продолжаем. Коллеги, рада была вас всех видеть. Хорошего продолжения конференции. Спасибо. Мы вас ждем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok